Начало двухтысячных. Билибинская АЭС. На первой в мире атомной станции, построенной за полярным кругом, проходят испытания два отечественных роботизированных комплекса. Это вот сродни тем задачам, которые решались там в космической отрасли королевских времен. Результаты впечатлили даже скептиков. Все реализовано сдано на атомной станции Билибинскую за полгода. О России вновь заговорили, как о высокотехнологичной державе, способной ставить и решать самые амбициозные задачи. Не каждое предприятие возьмется за решение, а тем более в короткие сроки. Чем так поразило атомщиков решение, предложенное российскими инженерами? Благодаря чему отечественные роботы и радиационно-стойкие телесистемы сегодня на равных конкурируют с ведущими мировыми брендами? И какие разработки сегодня используются для того, чтобы обезопасить мирный атом? Ответы на эти и другие вопросы в сегодняшней программе. По плотности технических решений этого робота можно сравнить разве что с космическим кораблем. При длине всего 70 сантиметров и массе в несколько килограммов, деталей и агрегатных узлов в нем больше, чем в автомобиле. Этот комплекс применяется исключительно в ядерной промышленности. Он доставляет в самое сердце АЭС ядерный реактор. Оборудование, которое проводит диагностику повреждений стенок реактора, очищает их от коррозии и выполняет ремонт. На практике это выглядит так. Робот проникает в реактор через трубопровод диаметром всего 54 мм. Это чуть больше спичечного коробка. Попадая внутрь, он раскрывается и приступает к диагностике состояния стенок реактора. На его борту два датчика. Они ведут ультразвуковой и визуальный контроль. Робот отмечает поврежденные участки и уступает место похожему аппарату, который занимается непосредственно ремонтом. Работы проходят при запредельном радиационном фоне. Еще на этапе проектирования российскими инженерами были предложены и реализованы технические решения, аналогов которым на тот момент в мире не было. Например, сварочная головка комплекса. Она в 10 раз меньше своих аналогов и дешевле западных решений. Еще одно ноу-хау — система передвижения робота. Она чем-то напоминает агрегаты из фантастических фильмов. Три магнитные секции позволяют роботу беспрепятственно перемещаться по стенкам реактора и даже шагать через сварочные швы. Но самое уникальное в этой разработке — то, что от идеи до фактического применения на Билибинской АЭС инженерам потребовалось всего полгода. Обычно даже у западных производителей на этот процесс уходит не меньше двух-трех лет. Изначально компания, настроившись, нацелившись быть достойным участником рынка развитых стран, ставила перед собой довольно высокие задачи. При этом в качестве технологии их достижения была выбрана стратегия постоянного роста собственного потенциала — производственного, инженерного, человеческого, продуктового. И благодаря этому сегодня мы имеем полный цикл от создания продукции до ее изготовления и внедрения, что позволяет нам очень быстро и качественно реализовывать сверхсложные проекты, требующие специальной робототехники. Производственная база предприятия в Санкт-Петербурге — это предмет зависти многих российских компаний, занимающихся приборостроением. На таких же аппаратах изготавливают детали для космической промышленности. Например, этот пятикоординатный станок обрабатывает деталь в десятки раз быстрее и, главное, точнее аналогов. Одна из первых разработок — радиационно-стойкие телекамеры — гордость предприятия. Эти телесистемы сегодня применяются по всему миру. Доля присутствия российского производителя в США сегодня достигает 60%. Начиная на рынке атомной энергетики, мы понимали, что в Америке средоточено наибольшее количество энергоблоков. То есть если у нас около 30 энергоблоков, то в Америке их 104. Соответственно, объем потенциальных заказчиков в 2,5 раза выше. Оказалось, что объем потребления наших камер в Америке примерно в 10-15 раз выше, чем здесь. Российской компании удалось нечто фантастическое, а именно вытеснить с американского рынка родного производителя. Любой эффективный бизнес делает конкуренция, а конкуренция — это всегда очень жесткая, плотная среда. И если кто-то вступает в бизнес в расчете, что у него будет все легко складываться, то он сразу ошибается и лучше бизнесом не заниматься. Поэтому любой успех любой крупной компании, это можно приводить сотни примеров, всегда состоит из умения в нужный момент сделать сверхусилие. Сегодня компания поставляет свои телесистемы практически во все государства, где есть мирный атом. Франция, Швеция, Финляндия, Голландия, Япония, Китай, Индия, Южная Корея, ну и, конечно, США. Вышли на этот сложный рынок за счет инноваций. То есть два сопоставимых изделия, наше и наших американских конкурентов. Одно из них разработано, наших конкурентов, в 80-е годы, в прошлый век. Наши разработаны 5 лет назад. Соответственно, технический уровень реализованы решения совсем другого класса. И это вылилось в то, что, во-первых, по качеству изображения наши изделия были на порядок более высокого класса, и они были намного более простые в обслуживании. Простота в обслуживании сыграла немаловажную роль. Для настройки камер конкурентов требовался специально обученный человек. Российские инженеры смогли добиться такой четкости исполнения продукта, что разобраться с камерой может даже ребенок. Изначально компания создавалась с целью реализовать потенциал российских инженеров в создании продукта мирового уровня. И сам факт экспорта высокоразвитой страны, он подтверждает то, что компания достигает своих целей. Поэтому нам это было важно не столько с коммерческой точки зрения вначале, сколько с целью реализации созданных технологий, бизнес-моделей. Санкт-Петербургские разработчики также создали решение для диагностики газопроводов. Например, этот робот. Внешне он чем-то напоминает «Валли» из одноименного мультфильма. Правда, если мультипликационный герой решал вопросы личного характера, то наш телеуправляемый диагностический центр решает вопросы безопасности. Дефектоскоп или трактор, как его называют инженеры, исследуют газовые трубы изнутри. Надо отметить, что 80% выявляемых повреждений представляют реальную опасность для газопровода. Он может быть загружен через обратный клапан или через рез. Ну, то есть рез вырезается в кусок трубы от метра до полутора, наш комплекс туда загружается и делается контроль. В этом есть его преимущество. То есть не нужно весь трубопровод вскрывать. Соответственно, после нашего контроля мы даем рекомендации по тем участкам, которые необходимо или срочно заменить или отремонтировать. Система уже зарекомендовала себя как самая эффективная из всех ныне существующих. Мы используем ультразвуковой метод. То есть у нас модуль электромагнитно-акустический с двумя датчиками прижимается к телу трубы. И, соответственно, метод ультразвука. То есть он классический, но немножко доработанный, наша уникальная технология. И, соответственно, у нас есть программы, с помощью которых мы уже видим развертку полностью тела трубы. И, соответственно, уже можем понять, дать какую-то оценку выявленным дефектам. Камера предназначена для визуально-измерительного контроля кольцевых сварных швов на предмет каких-то там пор, подрезов и так далее. Для этого метода контроля нужна камера. То есть у нас есть несколько видов контроля. Робот свободно передвигается не только в горизонтальных участках трубопроводов, но и в наклонных трубах, и даже в вертикальных. Все благодаря трем вот этим трактам. В среднем на визуальное обследование 200 метров трубопровода уходит порядка 3-4 часов. Если же проводить полный комплекс с ультразвуковым обследованием на предмет выявления трещин, то скорость продвижения снижается до 4 метров в час. И, несмотря на медлительность, этот метод диагностики себя полностью окупает. Более того, сейчас разрабатывается специальная модель для жилищно-коммунального хозяйства. Изначально создавая технологию контроля газовых объектов, мы реализовали роботехнический комплекс, который позволяет двигаться внутри трубы и проводить измерения толщины. Оказалось, что эта задача востребована и в жилищно-коммунальном хозяйстве, где в трассах теплооснажения трубы подвержены коррозии, что в итоге может выливаться в разрыву трубопроводов. ЖКХ, в российском, по крайней мере, приложении, это отрасль не самым оптимальным образом менеджируемая. Это вопросы к общественному контролю, который должен сводиться не только к паническим статьям, что в очередной раз трубы прорвало, а к какому-то ежедневному мониторингу, как работают сети в городе. Перспективный, конечно, такой рынок есть, но я не удивлюсь, если первыми потребителями роботов для ЖКХ станут, скажем, компании, эксплуатирующие международный мегаполис. Этой технологией диагностики магистральных трубопроводов уже заинтересовались заказчики. И снова в первых рядах зарубежные компании. Хотя при этом нельзя сказать, что санкт-петербургская компания не оценена на родине. В рейтинге тех успех, объединяющем российские высокотехнологичные и быстро развивающиеся компании, Диаконт занимает лидирующие позиции. Мы, конечно, не сами решали, кто из них высокотехнологичные компании. Мы могли еще решать по их параметрам, кто из них быстро, по бухгалтерской отчетности, быстро развивается. Но высокотехнологичность решали, конечно, эксперты. Газовая промышленность и атомная энергетика это те области, в которых компания чувствует себя уверенно. Но чтобы расширить охват, выйти на новый уровень, нужен наукоемкий и более массовый продукт. Это электромеханический привод для управления паровой турбиной. Отличие на этого образца в сочетании высокого развиваемого усилия и высокой точности. Для демонстрации мы создали специальный стенд, на котором привод давит на такое стальное кольцо с усилием до 500 кг. Усилие отображается на индикаторе, при этом точно выходит в задное положение. Для демонстрации мы положили на этот стенд мобильный телефон. Сочетание высокого момента и высокой точности это то, что вызывает большое уважение у наших заказчиков. Поэтому, когда люди видели мобильный телефон у этого стенда и понимали, что на него дают 500 кг, при этом совершенно точно останавливается в долях миллиметра, нажимая на экран, но не разрушая телефон, они, конечно, относились к этому с большим уважением. Исторически многие задачи в теплоэнергетике решались с помощью гидравлических приводов. Но электромеханика и точнее, и по габаритам существенно меньше. Более того, средний возраст гидравлики в нашей стране исчисляют десятками лет. Технологии за это время ушли далеко вперед, и зачастую обслуживать систему просто невозможно из-за отсутствия деталей. Поэтому выбор именно этой отрасли выглядит вполне логичным. Телекамеры для атомных реакторов, роботы, системы для ремонта и целые комплексы для управления перезагрузки ядерного топлива на АЭС. Компания преуспела в создании уникальных систем, которые производятся десятками и сотнями. Известная мысль о том, что бизнес делается на скрепках, на массовых продуктах, не про этот случай. Возможно, как раз электромеханические приводы изменят ситуацию. Тут счет будет идти на десятки тысяч штук. Не скрепки, конечно, но уже совсем другой масштаб. Редактор субтитров А.Семкин